Доброе утро! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие пять минут поговорим о главных новостях Алтайского края. Дополнительную стипендию для будущих студентов учредили в Алтайском государственном медицинском университете. Поддержку смогут получить ученики, которые показали хорошие результаты ЕГЭ. Стипендию смогут получить абитуриенты, которые суммарно набрали более 240 баллов ЕГЭ. Сумма, которая будет выплачиваться ежемесячно в течение первого года учебы – это 10 тысяч рублей. Правда, чтобы получить поддержку, необходимо успешно сдать первую зимнюю сессию. Что делать, если выплата по микрозайму просрочена? Когда можно забрать срочный вклад? И за что банк имеет право требовать плату? Хотите узнать ответы на эти вопросы? Играйте в викторину «Финансовая лестница». Она прошла в Белокурихе. Главная задача викторины – отвечая на вопросы короля и королевы, подняться по финансовой лестнице к новым знаниям о банковских вкладах, кредитах, ипотеке, судах и процентах. Думаете, вы об этом все знаете? Многие участники игры думали так же, пока не сделали первый шаг. Эта тема, мне кажется, волнует абсолютно любого гражданина, потому что финансовая грамотность нам нужна каждый день. Когда мы ходим в магазин, когда мы идем в банк, когда мы пользуемся какими-то услугами, и знать все эти подводные камни, которые существуют, нужен, мне кажется, любой гражданин. Вот, казалось бы, простой вопрос. Имеет ли смысл получать справку от банка о том, что кредит погашен? Были случаи, когда, например, после досрочного погашения кредита продолжались начисляться проценты. Условия досрочного погашения прописаны в вашем договоре. Уточните, как это сделать правильно. На всякий случай лучше взять в банке справку, что кредит закрыт. Вдруг окажется, что вы остались должны совсем немного, и потом на эту сумму набегут проценты. Во-первых, тема интересная финансовая грамотность, во-вторых, форма актуальная, потому что с данной проблематикой я в ходе своей деятельности занимаюсь, работаю, и такой опыт очень интересен. Еще больше информации о кредитах, займах, банках вы можете найти на сайтах fingramata22.rf и вашifinansy.rf. Остается добавить, что викторина прошла в рамках проекта Минфина России и государственной программы Алтайского края по повышению финансовой грамотности населения. Владимир Токмаков, Александр Морозов. Новости. Столетний юбилей отметила Анна Никифоровна Тарабаева и села Большой Курултай Залесовского района. С долгожительницей пообщалась наша съемочная группа. О семье, годах войны и профессии, которой она посвятила всю свою жизнь, далее. Мать, бабушка, прабабушка и даже прапрабабушка. На столетие к Анне Никифоровне Тарабаевой в селе Большой Колтай приехала большая часть родни. Баба Нюра, как называют ее близкие, всю жизнь заботилась об окружающих. Детей воспитала, вырастила, а в тяжелые для страны времена, можно сказать, накормила несколько сел, работала пекарем. В воду лили, муку сеяли, хлеб руками месили. Двое сутки работали. Заступишь, двое сутки отработаешь, сутки отдыхаешь. Тогда и машины не было, никто не знал. И пекли не в формах даже в начале, сколько лет. Прямо так булки пекли, без формов. Поздравить Анну Никифоровну пришли не только родственники, но и друзья. Соседи, члены Союза пенсионеров и даже депутат Государственной Думы Иван Лор. Несколько лет назад он пообещал приехать на столетие долгожительницы и сдержал свое слово. Не надо никогда, это мой принцип, и я его придерживаю всегда и буду придерживаться, измерять какими-то статистическими данными, что у нас 100 человек или еще. Есть один человек, который в этой ситуации является примером не для сотен, а для тысяч. Это, наверное, и есть вот тот божественный человек, с которого надо пример брать, учиться и по жизни себе вести точно так же. Близкие говорят, что главное качество Анны Никифоровны – доброта. Не в чей адрес, грубого слова не скажет, обид не держит. Всегда и все делает, что называется, на совесть. И, может быть, в этом и есть секрет долголетия. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс, Новости. Кенгуренок, который появился на свет в Барнаульском зоопарке в сентябре, высунулся из сумки матери. Фотографии малыша появились в социальных сетях. Самка кенгуру вынашивает потомство от 6 до 8 месяцев. После рождения кенгурята живут в материнской сумке, которая защищает малышей от холода и непогоды. На этом у меня все. Еще больше интересных новостей вы сможете найти на нашем сайте katun24.ru. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова